Многие люди уже открыли инвестиционные счета и спрашивают, а какие же акции купить? И блестящую идею высказали в пятницу на вебинаре, я был у открытия брокер. Блестящая идея, которую они предлагают, мне очень-очень сильно понравилась. Сейчас я пытаюсь это пересказать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, на вопрос, какие акции купить, есть очень простой ответ. Покупайте акции, которые вырастут в цене. Логично. А вот как выбрать те акции, которые вырастут в цене, какие вырастут? Это уже другой вопрос. И в пятницу я был на вебинаре открытия брокер, которая организовала. Ну, мне понравилось, было потрясающе интересно. На самом деле, там два часа ребята рассказывали свои идеи. И сейчас я попытаюсь пересказать, ну, хотя бы вкратце. Мне понравилось то, что они рассказали. Давайте вспомним историю с коронавирусом. Что было? Ну, сейчас, вы знаете, идет вторая волна. Она намного мощнее, чем первая. Но при этом никто не собирается закрываться. Вот, что будет? Смотрите, что было у нас очередной. Рассмотрим на индекс S&P 500. Было грандиозное падение. В, ну, начиная с февраля, с конца февраля, в марте. Грандиозное падение было. И потом, в результате действий США, значит, они там напечатали деньги. Это падение, ну, V-образный возврат. Практически V-образный. Ну, почему V? Потому что, вот, напоминает букву V. Вот, английскую. Итак, V-образные возвращения. Индекс S&P 500 вырос. Но, есть интересный момент, за счет чего он вырос. Давайте посмотрим на индекс S&P 500. И в индексе S&P 500 есть огромное число компаний. Ну, как вы понимаете из названия 500 компаний. И вот они, крупнейшие компании. Вы видите Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple. Ну, здесь MasterCard. Вот такие. Короче говоря, индекс S&P 500 вырос. В основном, за счет так называемых фангов. Это крупнейшие компании. F-Facebook, A-Apple, второе A-Amazon, Microsoft, Google, Intel и NVIDIA. Вот, в основном, те компании, которые обеспечили рост индекса S&P 500. В период, вперед после пандемии. Это крупнейшие компании. И, смотрите, они выросли сильно. То есть, все остальные акции, все остальные акции, в общем-то, сильно не росли. А вот эти выползли вверх. И сейчас эти крупнейшие компании последние дни падают. Почему? Потому что в результате этого бешеного роста они оказались сильно переоцененными. Вот. Ну, давайте посмотрим на компанию Microsoft. Вот, она сейчас не растет, скорее падает. Возвращаемся. Компания Google. То же самое. То есть, ребята говорят, что, друзья мои, вот есть вот все компании, огромное число мелких компаний, которые не росли так сильно. И есть крупные компании, которые сильно выросли, сейчас они переоценены. А вот эти компании мелкие. Смотрите, какая идея. Каждая небольшая компания стремится стать больше. И вот эти вот мелкие компании будут в основном расти. Но какие из них будут расти? Какие компании выбрать? Вот что важно. Важно выбрать те компании, которые дадут самый лучший рост. Ну, очевидный как бы факт, правильно? Как их выбрать? Надо смотреть, то есть, как бы вот взять и просмотреть хреновую тучу вот этих компаний. И выбрать из них те, у которых небольшой долг, прекрасная бизнес-идея, прекрасные перспективы по инком, по продажам, обеспеченность заказами и так далее. И так далее, и так далее. Есть масса параметров, по которым надо отбирать эти компании. То есть, вот мы берем, тыкаем вот в эту компанию, например. Вот, ну, наугад давайте вот-вот, вот такую компанию. Expedia. Вот, ну, так, известная компания, достаточно, ну, вот, Клак Корпорейшн, я вообще даже не знаю, что это такое. Вот, какая-то компания. И вот смотрим здесь, на этой компании, какие параметры. Market Capitalization, Income, Sales, Book for Share, это количество обеспеченность заказами, Cash for Share, значит, количество кэша на акцию, дивиденды, дивиденды в процентах, Employees, количество сотрудников, P&E, Forward P&E, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, все эти параметры проанализировать и выбрать по каким-то критериям ту компанию, которая даст самый лучший результат. Вот, как бы, такая простая идея, но ребята говорят, что компании, вот эти компании, которых огромное количество, малой капитализации, Small Cap Capitalization, Small Capitalization, это маленькая капитализация, вот, они дадут как раз самый, ну, как бы, большой рост. Смотрите, есть большие компании, которые очень сильно выросли, но они также сильно могут и упасть, и они уже начинают падать. Вот, а есть мелкие компании, и среди которых надо выбрать какие-то вот из них и в них инвестировать. Что предлагают специалисты открытия брокер? Давайте посмотрим. Они, смотрите, что придумали. Есть такая компания Societe Generale, это крупнейшее французское, ну, объединение финансовое, вот, и французы, вот, ведут статистику по этим компаниям, они очень скрупулезно смотрят вот эти вот все параметры и отбирают из этих компаний малой капитализации лучшие, которые, по их мнению, дадут самый большой рост. И специалисты Societe Generale сформировали портфель, портфель из таких компаний. Получился у них индекс Societe Generale US Strong Balance Sheet Better Hedged 5%, включая до 250 акций компаний США малой капитализации с сильным балансом, с сильным балансом, что важно, характеризующимся низкой долговой нагрузкой и сравнительно большим объемом денежных средств. Каждая компания оценивается с точки зрения риска дефолта и отбирается только компанией хорошего кредитного качества. Список этих компаний Societe Generale держит в секрете, потому что, ну иначе зачем бы они работали. И они сформировали вот этот вот индекс, и они сформировали соответствующий фонд. Ну, фонд, и, ну, часть из этих компаний, они говорят, вот они, часть из этих компаний. Ну, ребята рассказывали про компанию Shockwave, iMoon, ZymeWorks, Concert, Concept, Rhythm, Beyond Meat, Intracellural, Axie. Ну, Beyond Meat не такая мелкая все-таки, наверное. Вот, ну, все-таки они не такие крупные. Посмотрите. И вот он, этот индекс. Смотрите. Есть индекс. MSCI US Small Cap Index. Это голубая, ну, как бы область. И черная линия это Societe Generale US Strong Balance Sheet Beta Hedged Index. Вот этот самый. Посмотрите. Когда акции MSCI USA Small Cap Index падает, то индекс от французского Societe Generale не падает. Не падает. Они устойчивы к кризису. Но при этом надо сказать, что когда индекс Small Cap Companies растет сильно, то и Societe Generale растет не сильно. Что говорят сейчас ребята? Смотрите. И вот эта вот черная линия, посмотрите, она тоже растет вслед за синей, но растет более инерционно и с опозданием. Посмотрите. Сейчас MSCI USA Small Index он вырос, но говорят, что надвигается вторая волна коронавируса. И ожидается снова падение. И после падения будет рост, естественно. И вот этот вот рост будет обеспечивать компании как раз реального сектора, компании Small Capitalization Company. Вот. И именно в эти маленькие компании, фундаментально сильные компании, они предлагают вкладываться. Вот. Но как вкладываться? Есть вот этот фонд. В составе я повторяю, вот полностью держит в секрете. Вот. Потому что это коммерческий продукт. Но открытие разработало следующую вещь. Интересную. Облигация. это биржевая инвестиционная облигация, которую можно купить в рублях. Доступно всем. 100 тысяч рублей всего. Точка входа. И вот сейчас те, кто входит в открытие, когда мы загружаем Quick, то там выскакивает окошечко биржевая инвестиционная облигация как раз именно на компании малой капитализации. Смотрите, еще раз. Фундаментально самые лучшие компании подобраны. 250 штук. Состав этого индекса постоянно меняется, потому что фундаментальные показатели меняются. За этим индексом следит, за составом индекса следит Societe Generale. инвестиционная что самое интересное, мы можем вложиться в этот индекс в виде вот этой биржевой облигации в рублях 100 тысяч рублей минимальный вклад и еще интереснее следующее условие. Но есть неприятный момент 5 лет. Облигация действует 5 лет в срок. Ну предполагайте, что через 5 лет все уляжется и все пойдет в рост, потому что каждый кризис когда-нибудь заканчивается и после этого кризиса идет восстановление и рост. И вот это восстановление будет за счет компаний малой капитализации с фундаментально хорошими показателями, у которых долгов нет и они значит у них есть все резервы для того, чтобы очень хорошо расти. и они будут расти. Но что самое интересное, вот эта биржевая облигация будет расти со скоростью выше, чем вот этот фонд. Вот в чем дело. Смотрите, коэффициент участия в росте индекса 180%. Это значит, что если акции компании выросли на 100%, то значит у нас будет не 200 тысяч в результате, 200, сейчас скажу сколько, ну, 280 тысяч. То есть 100 тысяч мы вложили, плюс 180 добавилось. То есть фонд добавил 100 тысяч, а биржевая облигация добавила нам 180 тысяч. Ну, почему так получается? Биржевая облигация, конечно, это сложный продукт, включает в себя опционы, вот, поэтому вот такая штука. Что здесь не очень хорошее, да, стопроцентное погашение, 100% от номинала, то есть потерять здесь нельзя деньги в принципе, в рублях. потерять здесь деньги нельзя. То есть если вы вложили 100 тысяч, то минимум, что вы получите, это 100 тысяч. Максимум, естественно, не ограничен, потому что, ну, кто знает, насколько они вырастут. Еще один момент. Это биржевая инвестиционная облигация, то есть мы покупаем вот эту облигацию, это структурный продукт, как бы, вот, который опирается вот на эти компании, на индекс этих компаний, который растет чем сами, чем этот индекс в 1,8 раза быстрее, 100% защита капитала, единственная, так сказать, неприятность, что купон условный и выплата купона происходит один раз при погашении облигации. Через пять лет. Не ежеквартально, не ежегодно, один раз. И нет досрочного погашения, это не автокол, это вот такая облигация. Но есть приятный момент, она биржевая, то есть ее можно будет купить и продать на бирже. Но если мы захотим досрочно выйти из этой облигации, то естественно эта облигация, мы потеряем деньги какие-то, потому что ликвидность у нее, честно говоря, будет низкая. Ликвидность будет не самый популярный инструмент, понимаете, да? вот, брокер обеспечивает как маркет-мейкер покупку и продажу этой облигации, но все будет зависеть от того, хочет кто-то купить ее или нет. То есть брокер должен предложить кому-то из, ну, или сам выкупает, ну, то есть нулевой цены не будет точно, но потери будут, если мы досрочно попытаемся выйти, то есть брокер выкупит у вас эту облигацию досрочно, но уже, конечно, той прибыльности не будет. Будет стакан, будет котироваться, будет присвоен ей соответствующий код, тикер, вы можете увидеть в стакане цен, эту облигацию вы сможете увидеть, но если вы досрочно выйдете, то, конечно, вы продадите ее дешевле. В этом есть неприятность. вот, но во всем остальном, друзья мои, для долгосрочных инвестиций компания, Societe General, выбирает вот этот индекс Small Capitalization Companies, фундаментально опять же обеспеченные, формирует его, мы покупаем его за рубли, здесь, голова не болит абсолютно, и мы уверены, что это хорошие компании, что это надежные компании по фундаменту, вот, что важно, и здесь не надо дергаться, вообще ничего, вложили деньги, и все. Мне очень понравилось, честно говоря, этот продукт, и я вот подумываю, что я его куплю, правда, денег у меня нет, но я постараюсь, наверное, даже какие-то акции продать, вот, и какие акции продать, ну, они сказали, что нефтянка, в общем-то, пока не в лучшем состоянии, я, наверное, сокращу долю свою в нефтяном секторе своих акций, и кое-что продам, кое-что добавлю денежек туда, докину на счет, потому что я регулярно, я каждый месяц на счет перевожу деньги, и пополняю счет, и докупаю акции постоянно, вот, и я думаю, что вот эту облигацию, ну, мне понравилось, я хочу ее купить, вот, и что еще я могу сказать, что для того, чтобы ее купить, надо обратиться к своему менеджеру в открытии брокер, она будет выпущена через неделю или там через 10 дней, то есть совсем скоро, ее можно будет купить по номиналу, если позже, то ее можно купить, ну, скорее всего, выше номинала или ниже номинала, это уже как получится, вот, но сейчас вы можете купить ее за 100% от номинала, очень хороший продукт для тех, кто, ну, для ленивых инвесторов, которые не знают, что делать с акциями, какие акции покупать, какие продавать, которые не знают, как пользоваться вот этим приложением и не хотят, самое главное, а зачем, зачем вам копаться, когда этим занимаются, ну, специалисты, соседей генераль, пусть они занимаются, они подбирают эти компании, мы просто пользуемся продуктом их деятельности, не деятельности, а труда, вот, и поэтому, поэтому я считаю, что это хороший продукт, мне очень понравился, вот, на сегодня все, если вас заинтересовало, ну, я могу скинуть вам вот эту презентацию, вы можете почитать, я даже постараюсь найти ссылочку на тот вебинар, на запись того вебинара, который был, он крайне интересен, честно скажу, вот, там много было всего интересного, я еще, наверное, по этому поводу буду снимать, на сегодня все, лайк, оставайтесь на моем канале, с вами был Демитков Юрий, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok